Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с Михаилом Михайловичем Пришвином. Будущий писатель Михаил Пришвин родился 4 февраля 1873 года в родительском имении Орловской Купернии. Местом появления на свет литератора стал небольшой город Елиц. Творческий одаренный молодой человек происходил из зажиточной довольно богатой семьи. Отец будущего писателя Михаил Дмитриевич в результате раздела семейного имущества после смерти деда одного из крупных купцов получил большую сумму денег, имение и несколько предприятий. Обладатель богатого наследства мужчина разводил породистых лошадей, которые не раз побеждали в скачках. Мать происходила из среды зажиточного крестьянства. Ее предками были староверы, поэтому Мария Ивановна отличалась строгим нравом и местами жестким характером. Помимо Михаила Пришвина в семье на тот момент было еще четверо детей, три брата и сестра. В 1882 году Михаила отдали учиться в начальную деревенскую школу. В 1883 году он был принят в первый класс Елецкой классической гимназии, где за шесть лет учебы дошел только до четвертого класса. Вступив в конфликт с учителем географии, был отчислен из гимназии за дерзость к учителю. В дальнейшем Михаил Пришвин, проживая в Тюмени у своего ряде, оканчивая Тюменское Александровское училище. Писать Пришвин стал не сразу, он перепробовал много профессий. Был и акрономом, и корреспондентом, и учителем сельской школы. Большие изменения принес Пришвину в 1906 год. Став для него переломным, он и направился в путешествие по Карелии, где обнаружил у себя интерес и талант к литературе. В 1907 году выходит первая книга в краю непоганных птиц. Это рассказ о путешествии писателя на русский север. После экспедиции в Карелию и Норвегию появилась книга за волшебным колобком. Плана путешествия у меня не было, но когда я стала о нем раздумывать, то мне представилось, будто кто-то мной руководил. Кто же это? И мне стало казаться, что я, как в сказке, шел по северу за волшебным колобком. После войны Михаил Пришвин купил в подмосковной деревеньке Дунино домик, в котором жил каждое лето до 1953 года. Увлечение фотоделом вылилось в дело всей жизни, сравнимое по важности с написанием произведений о природе и животных. В деревенском доме Пришвина нашлось место для фотолаборатории. Летом 1954 года дом стал музеем. Здесь бережно сохраняется прижизненная обстановка летней дачи Пришвина. Столовая, кабинет, комната жены писателя и веранда, библиотека, личные вещи, охотничьи и фотографические принадлежности Пришвина. Старый автомобиль москвич. Михаил Михайлович Пришвин был женат два раза. Первой женой Михаила Пришвина была простая крестьянка по имени Евросиния Павловна Смоголева. От совместной жизни у пары родилось трое сыновей Сергей, Лев и Петр. Второй женой стала Валерия Дмитриевна Леорко. Михаил Пришвин был влюблен в природу. Он восхищался ее величием и красотой, изучал повадки лесных зверей и умел увлекательно и очень по-доброму писать об этом. Многое о чем пишет Пришвин не фантазия. В основу всех его произведений положены действительные события, собственные наблюдения и впечатления. В книге рассказа о животных вошли такие замечательные рассказы, как Журка, Ёж, Филин, Изобретатель, Ребята и Утята и другие. Это истории о домашних и лесных обитателях, у каждого из которых свой особенный характер, свои повадки и привычки, голос и даже походка. В рассказах Михаила Пришвина животные предстают перед нами как умные и сообразительные существа. Они могут не только мыслить, но и говорить. Однажды охотник вернулся из леса с полной сумкой и трофеев. Зиночке, героине рассказа, было интересно, что же он принес, и охотник стал доставать из сумки свою добычу. Читатель из рассказа Лисичкин хлеб вместе с Зиночкой узнает много интересного и познавательного о лесе и его обитателях. В книге собраны 47 коротких, но очень интересных рассказов о жизни леса, его обитателях и природе. Один из них «Беличья память», которая повествует об удивительной способности белок находить и доставать свои зимние припасы под толстым слоем снега и льда. Как же они это делают? Об этом и многом другом узнаете, прочитав данную книгу. Оказывается, у птиц и зверей в лесу есть свои этажи. Мышки живут в корнях, в самом низу. Разные птички, вроде соловья, вьют свои гнездышки прямо на земле. Дрозды еще повыше на кустарниках. Совы еще повыше. На разной высоте по стволу дерева и на самом верху селятся хищники, ястребы и орлы. Так каждый и занимает свой лесной ярус. Но однажды люди срубили дерево с гнездом синичек. «Кладовое солнце» – одно из наиболее известных произведений писателя. Это сказка-быль о детях Насте и Метраше, попавших в лапы коварных лесных болот. Смогут ли ребята выбраться из этого страшного места? Придет ли им кто-нибудь на помощь? Об этом вы сможете узнать, прочитав данную книгу. Михаил Пришвин в своих рассказах передает безграничную любовь и восхищение всем живым на нашей земле. Он призывает нас быть внимательными к окружающему нас миру, живой природе, ценить растения и животных, беречь их. Так если внимательно наблюдать за простыми одуванчиками, то можно заметить одно очень интересное свойство.